МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго времени суток. В эфире программа «Тревожный сигнал» в студии Александр Номов. И поговорим о происшествиях за эту неделю. В Кургазинском районе выявлен факт трудоустройства на ответственную должность по поддельному диплому. В ходе исполнения трудового законодательства в районе администрации было установлено, что 48-летняя начальница централизованной бухгалтерии сельских поселений при поступлении на работу в далеком 2014 году представила копию диплома об окончании Оренбургского государственного аграрного университета. В действительности женщина не обучалась данным вузе, а купила диплом в 2004 году в Оренбурге. По данному факту прокуратура района организовала доследственную проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Именно так сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли грабеж салона сотовой связи. По данным ВВД города, 24 января текучего года в дежурную часть обратилась молодая продавщица салона. Она сообщила, что двое молодых парней зашли в магазин, разбили перед ней витрину и забрали 8 мобильных телефонов. Вскоре стражи порядку установили личности подозреваемых. Ими оказались 22-летний и 20-летний жители Уфы. Также был задержан их соучастник, 20-летний уфимец, который подтвердил, что помогал товарищам. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Далее новость с пометкой «Будьте осторожны». На прошедшей неделе в Башкирии погибла 16-летняя местная жительница. По данным Следственного комитета республики, 6 февраля текущего года в 6 часов утра подросток пошла в душ, взяла с собой мобильный телефон и зарядное устройство. Через 2 часа беспокойная мать, не достучавшись до дочери, взломала дверь и нашла тело своего ребенка в ванне с сотовым телефоном. Предположительно, девушка скончалась от поражения электрическим током. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Наглость не имеет предела. Мужчина решил продать машину. На встрече злоумышленник, сидя за рулем, попросил хозяина открыть капот автомобиля. Как только доверчивый мужчина покинул салон, преступник сразу же уехал. Автомашина была обнаружена, ведутся поиски угонщика. Возбуждено уголовное дело. Полную сводку о происшествиях нам предоставили в дежурной части. За прошедшую неделю в дежурной части отдела МВД России по городу Кумерта поступила информация о 205 происшествиях. Из них 76 о преступлениях. 20 жителей города Кумерта обратились за медицинской помощью. Поступило 17 заявлений о кражах и 10 фактов мошенничества. Всего зарегистрировано 287 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 3 водителя с тайной алкогольного опьянения. Но и без пожаров, увы, не обошлось. За прошедшую неделю в городе Кумерта произошло 2 пожара и 1 пожар произошел в Кургазинском районе. Так, 5 числа в Кургазинском районе в селе Ермолаево горела баня на территории частного жилого сектора по улице Юбилейная. Причиной пожара явилось неправильное устройство печного отопления. 6 февраля произошел пожар у нас в городе Кумертау по улице Магистральная во дворе дома 13-1. Горелы две автомобили. Причиной пожара явилась неисправность электрооборудования одного из автомобилей. 7 числа по улице Брикетная произошел пожар в здании ООО «Спецагрегат». Причиной пожара явилась неисправность электрокабеля. Горела, при этом горела кровля здания. Участились жалобы автолюбителей на действия сотрудников страховых компаний. По их словам, сотрудники офиса отказывают в оформлении ОСАГО без дополнительного страхования жизни и здоровья. Случаи отказа клиентов от навязываемых дополнительных страховых продуктов затягивают оформление полиса ОСАГО, ссылаясь на нехватку полисов. По мнению экспертов, страховые компании на каждом углу плачутся об убыточности данного вида страхования и в погоне за дополнительной прибылью пытаются нагрузить по максимуму клиентов, пришедших за полисом ОСАГО. Причем подавляющее большинство автолюбителей, Поздыхав и Паохов, безропотно покупают навязанные им страховые продукты. В пятницу 6 февраля мы присутствовали на так называемой контрольной закупке, где подобный факт был зафиксирован с поличным. Мы следим за развитием ситуации и в скором времени узнаем, чем же закончится эта история. Социальная сеть ВКонтакте прекращает трансляцию нелицензионных материалов. Пиратские сайты с сериалами, использующие стройные ролики из социальной сети ВКонтакте, теперь не могут воспроизводить видео. Посетителями сайта вместо видео получают уведомление о том, что трансляция записи на трэш-сайты прекращена по причине систематического нарушения ими авторских прав. Работа по замене сомнительных файлов с серверов ВКонтакте на официальные видеоматериалы монетизируемой рекламой началась еще в прошлом году. По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что правообладатели достаточно активно делятся социальной сетью легальным контентом. Сами же пираты переносят видео на другие хостинги и обещают зрителям, что в скором времени доступ к сериалам будет восстановлен. И в завершении по традиции новость, нашумевшая в интернет-просторах. В Барнауле молодой парень чудом оставился жив. Юный экстремал, прежде облив себя горючей смесью, поджег и прыгнул с крыши девятиэтажного дома. Но это не был суицид. Как утверждает герой, подобным поступкам он ощутил огромное желание жить и тем самым призывает беречь жизни своих и окружающих. И все-таки очень странно. Внизу присутствовали как спасатели, так и великое множество людей. Однако никто даже не попытался помешать юному каскадеру. И на этом все. С вами был Александр Наумов. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...